Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы приглашаем вас в Соединенные Штаты Америки, в славный город Нью-Йорк, в самую настоящую столицу великих боксерских поединков, а значит нас с вами ожидает сегодня титульный бой. Арина Роллзен, Боурлурм на наших с вами экранах. Да, это не Мэдисон Сквергаден, но все равно место очень-очень достойное. Итак, титульный бой, центральный бой вечера. Ну и вы видите, Дмитрий Кириллов против Сесилио Сантоса. Категория IBF, чемпион мира и первая защита титула. Ну и приятно констатировать, что эта защита титула происходит у российского боксера. Вот мексиканец, который будет нашему Дмитрию Кириллову противостоять. Ну и для вас сегодня работают судьи международной категории Николай Пучков. Здравствуйте, уважаемые телезрители! И Михаил Семин. Итак, первая защита титула, это всегда очень ответственно. Но я думаю, вначале все-таки стоит сказать несколько слов о Дмитрии Кириллове, потому что за легкой весовой категорией во всем мире наблюдают чуть менее пристально. И если кто такой, Ибрагимов, Чигаев, Валуев, да, который может быть даже, ну некоторые из этих боксеров, но не буду говорить, кто добился больше, кто или нет. В общем, весь мир их знает, то Кириллов, ну я думаю, может быть не очень хорошо знакомы всем россиянам. Это действительно так, несмотря на то, что Кирилл достаточно давно уже занимается профессиональным боксом. Свою карьеру он начал в 1998 году и провел уже к этому моменту вот 32 боя, 29 побед и 9 нокаутов у него и 3 ничьих. Прошу прощения, 3 поражения, ничьих нет у него. Он был чемпионом России в 2004 году, вакантный фитбе чемпиона России, выиграл у Марселя Касимова в Москве. И встречался он с очень интересными бойцами, например, Ройнанда Лопесом, это был в 2005 году, в Сокольниках. Очень серьезный тогда бой получился у Кириллова, в 12 раунде он оказался в нокдауне и с большим трудом, с большим трудом, только потому что бой проходил у нас с родильным решением, он получил победу. Вы, да и вас случайно не судили этот бой? Бой наблюдал, и жене Кириллову сказал, что вот он выигрывает к восьмому раунду, он действительно выигрывал по очкам, но все отдал в последних раундах своему сопернику. И я судил его предыдущий бой, вакантный титул с Хосе Навара, судил на ходынке и дал ему победу с разницей в очко. За что на меня Кириллов очень обиделся, а ему следовало бы подумать, почему все-таки ему дают такую маленькую разницу. Значит, для этого нужно что-то делать больше на ринге. Вот такая ситуация про Дмитрия Кирилла. Да, люди близкие, кстати, к миру бокса говорят, что Дмитрий Кириллов тогда же будет к из-за высоты, хотел бы я посмотреть в лицо, в глаза Бочкова за такие оценки. Ну, дай бог, чтобы злость Кириллова выливалась на ринге, чтобы он доказал именно на ринге, да, что он наглого сильнее, наглого выше. И вот будем надеяться, что сегодня это произойдет. Дмитрий Кириллов достаточно долго шел к титулу чемпиона мира. Он его сумел завоевать только с третьей попытки. Первая была еще в далеком 2004 году. Потом, ну, тогда он боксировал с японцем Масамори Токуямой. 2006 год был, наверное, годом достаточно скандальным. Проигрыш Луису Пересу из Никарагуа и проигрыш в бою очень и очень близком. Но очень хорошее будущее у него было среди юниоров. Он был трехкратным чемпионом мира среди юниоров по версии WBC. Третья попытка не состоялась, я думаю, многие из вас помнят. Очень обидная, ну, вернее, она не состоялась третья, первая третья попытка, потому что в России, в Москве должен был состояться бой с мексиканцем Рикардо Варгасом. Тот в итоге в последний момент не приехал. И вот в итоге Хосе Наваро, тот самый бой, о котором мы только что вспоминали, судей которого, одним из судей которого был Николай Пучков, он закончился победой малыша, вот видите, Бэйби, это прозвище, Дмитрия Кириллова совершенно официальное. И вот там Дмитрий Кириллов чемпионский пояс завоевал. Ну вот и сегодня первая защита, это особенная ответственность, особенное волнение. И давайте смотреть внимательнее. Ну и малышом здесь, по-моему, выглядит Михаил, на мой взгляд, в большей степени Сесилио Сантос. Да, редкий случай, вы обратите внимание, но по разным данным, по разным источникам, визуально, мне кажется, все-таки ближе к первой оценке, первые 6 сантиметров. От 6 до 9 сантиметров, по разным данным, в общем, повыше Дмитрия Кириллов. Настолько является его преимущество в росте, и это редкий случай, потому что Дмитрий Кириллов действительно малыш, даже для этой весовой категории. Ну и вот Сесилио Сантос оказался ниже. Ну и вес петуха, 52 килограмма, 163 грамма. И надо отметить, что вот дебютировал Сантос на год раньше, чем Кириллов на профессиональном ринге, и провел столько же боев, 30-го боя, 22 победы, у него 12 нокаутов, но поражений значительно больше, 8 поражений, 2 нокауты он провел, и 2 ничьих у него. Ну давайте смотреть уже повнимательнее на ринг, разбираться манеру боксирования Дмитрия Кириллова. Я думаю, поклонники бокса это точно хорошо знают. А вот что касается Сантоса, то по тем редким кусочкам боев, которые он может найти в интернете, по информации о нем, в общем, складывается такое ощущение, что он не совсем типичный мексиканец. Вот сейчас пропускает он. То есть человек, который предпочитает очень так активно защищаться. Мексиканцы, мы знаем, любят открытый бой, бросаться. Сантос же очень любит действовать на контратаках, очень хорошая у него работа ног, с помощью этой работы ног он очень часто даже бегает по рингу от соперника. Но пока что такая разведка, я бы даже не сказал, боем. Для легкого веса все-таки осторожно начинают оба. Не такой жесткий обмен ударами. Ну и вот действительно, оба пока еще ждут. И в плане, так сказать, вот такого классического бокса, что ли, предпочтение здесь, может быть, в большей степени следует отдать нашему бойцу, Диме Кириллу. Вот он внимательно наблюдает за своим соперником. А что касается комбинации и одиночных ударов, то, может быть, в большей степени они сейчас в исполнении его соперника, Сантоса. И двойка у него вот проходит иногда, не впадает, правда, точно, но во всяком случае старается выполнить эту двойку. Так что, мне кажется, все равно непростой соперник попался Диме Кириллу, и в него нужно вкладывать, конечно, всю свою силу, удары. И все то, чем ему учит вот сейчас Тедди Рович. Фредди Рович. Фредди Рович, прошу прощения. Как раз секундирую Дмитрия Кириллова. Очень плотно работали в последнее время Фредди Рович и Дмитрий Кириллов. Вот утром Кириллов и Рович вместе работали. Вечером Рович больше проводил времени. Ну, не больше, а как раз время проводил с Мэнни Пакьяо, его главным сейчас боксером, пожалуй. Но про Ровича можно рассказывать долго. Вот, конечно, один из самых лучших специалистов. И надеемся, что его работа тоже, в общем, поможет. К сожалению, не очень хороший качество звука нам приходит из Нью-Йорка. Нельзя услышать, что говорит Рович. Вот на этих повторах мы видим, что Дмитрий Кириллов несколько хороших ударов нанес. Ну и пропустил тоже вот первый этот бой, он пропустил. Тут нужно быть очень внимательным. И, конечно, свой авторитет, авторитет чемпиона по версии АБФ, своего соперника нужно вкладывать уже начиная прямо с первого раунда. Вот об этом мне и хотелось всегда напомнить Кириллову. Кириллову, давай, вот такую разницу в очках, что нужно работать уже с первой минуты. Ну, Сантос это отнюдь не подарок, хотя по версии АБФ бой за звание, ну, вернее, защиту своего чемпионского звания, по версии которой и проводит сейчас Дмитрий Кириллов. Так вот, если Кириллов там первый, то Сантос только 14-й. Вроде бы разница огромная. А с другой стороны, ну, конечно, очень внимательно и штаб Кириллова изучал видеозаписи Сантоса, и Кириллов отмечал. Ну, и любому понятно, что не всегда все то, что на картинке, соответствует тому, что на ринге. Ну, и, конечно, наверное, можно было бы найти кого-то и повыше, чем 14-е место. Но кто-то слишком большие деньги, как всегда, наверное, требовал. Кто-то, наверняка, и боялся Кириллова. В общем, все абсолютно логично и закономерно. Да и для самого Кириллова гораздо лучше провести поединок, ну, может быть, с более слабым соперником, который в рейтинге стоит чуть-чуть пониже, тем, чтобы утвердиться и побыть побольше в этом звании чемпиона мира по версии АБФ. Но другое дело, что, конечно, всегда мексиканец это особенно опасно, особенно неприятно. Хотя еще раз мы все-таки видим, что пока по первым полутора раундам Сантос немало внимания уделяет все-таки обороне. Ну, опять же, если сравнивать со многими другими представителями его стороны. Ну, наверняка он помнит, что в третьем раунде предыдущий соперник Дмитрия Кириллова, Хосе Навара, оказался в нокдауне. И вот если бы этого нокдауна не было, то трудно было бы сказать, выиграл Дмитрий Кириллов тот бой или нет. Вот об этом нужно и помнить Кириллу. Очень хорошо стоит на ногах Сантос, при этом он на этих ногах еще и достаточно подвижен, но крепкий, коренастый. Это неудивительно, за счет чего иначе та же весовая категория, если он на 6-9 сантиметров ниже. Ну, вот удачно, да, справа проводит удары и снизу тоже по печени Кириллов через руку, но иногда и сам пропускает. Пропускает сейчас, да, как-то такой уклон был недостаточно хороший, не ушел с линии удара. Он сейчас лучше уже уклонился и в результате кулак просвистел в воздухе. Но вот сейчас немножко Дмитрий отдает, не то чтобы инициативу, но дает возможность поработать Сантосу. Тоже так присматривается. Ну и Сантос этим воспользовался и в свою пользу воспользовался. Ну, сколько набрал сразу очко. Да, ну, конечно, просто так стоять нежелательно нужно. И вот эти вот неоправданные совершенно эпизоды, когда отдает инициативу Кириллу своему сопернику, она нисколько не в пользу заканчивается эта инициатива в пользу Кириллу. Ну, знаете, вот по первым двух раундам примерное равенство. Не знаю, что там судьи поставят в свои, образно выражаясь, блокноты. Хотя у кого-то блокнот. У кого-то еще что-то там по счету ведется. Записочки. Да, записочки. Определенно. Кто-то фиксирует для себя еще отдельно. Объект раздает, да. Так вот, концовка второго раунда явно за Сантосом, причем сам Сесилио Сантос отдал инициативу Дмитрия Кирилла. И, опять же, ну, мы, конечно, за Дмитрия в этом поединке болеем, но вот по первым двум раундам ты не скажешь, что встречаются чемпион мира и 14-й в этой же весовой категории по версии той же организации. Итак, третий раунд боя между Дмитрием Кирилловым и мексиканцем Сесилио Сантосом. Мы напоминаем еще раз, это первая защита звания чемпиона мира по версии IBF российским боксером. Ну и по первым двум раундам, опять же, примерное равенство. Этот титул Кириллов завоевал в октябре прошлого года на Ходынке, во дворце спорта. Очень напряженный был, повторяю, поединок. Молодец, Кириллов выиграл тогда. И, конечно, всегда защитить пояс гораздо сложнее, чем иногда бывает завоевать его. Вот об этом нужно помнить. Ну вот посмотрите, пока что на ногах Сантос смотрится как минимум не хуже, моментами лучше. Моментально отскакит. Вот сейчас завалился первый раз, когда весь бой завалился, полетел за своей рукой, и Кириллов его, ну так не сильно, но наказал. В остальном же, по идее, мы привыкли к тому, что Кириллов в резкости, в скорости своих боксеров превосходит. Ну пусть не на много, потому что все-таки эта весовая категория подразумевает легкие полеты, постоянные уколы. Тем не менее, вот пока что преимущество именно как раз в резкости скорости у Кириллова не видно. Не так-то просто попасть и в голову Сантосу, а как раз в голову старается больше работать Кириллов. Ну и нужно Диме использовать свое преимущество. Во-первых, было в росте, в длине рук, там, скажем, наверняка вот руки-то видно длиннее. И левую ногу, как это делает иногда Владимир Кличко в своих боях, левую ногу вперед, и левой рукой работать не переставая, 90%. Ну да, здесь джебов мы практически не видим. Не видим, да, джебов. Ну, опять же, это, конечно, не тяжелая, не супертяжелая категория. Здесь оба скоростные, ясно, что здесь на джебе просто так соперника не удержишь. Хотя самое удивительное, что больше-то джебов проходит, хороший как раз у Сантоса. Вот, то есть он-то джебами попадает в Кириллова. Ну, здесь, конечно, больше двойками, нужно работать больше комбинаций. Опять же, скорость, подготовка, физическая обоим это делать позволяет. Вот по печени Кириллов наносит очень резкие удары, на мой взгляд. И если он будет так вот попадать, конечно, Сантосу тяжело придется, потому что это очень болезненные удары. Но терпит пока мексиканец. Хочу, что все-таки Кириллов пока не совсем видит какие-то слабые места у Сантоса. Ну, или, по крайней мере, может, особо слабых мест и нет, но все-таки как действовать. То есть вот тактика Сантоса видна и понятно. Отпустив голову, закрыв ее перчатками, прижав локти, идти вперед и оттуда на близкой дистанции носить удар. И отходить постоянно, то есть двигаться на ногах. Что касается Кириллова, он, по-моему, высматривает, выселивает. Да, и в конце раунда отдает инициативу своему сопернику. Для чего? Зачем? С тем, чтобы вот судьи сомневались, кому отдавать этот раунд. Ну, я бы этот раунд отдал Сантосу, потому что у Кириллова, честно говоря, ни одного чистого удара я не видел. У Сантоса тоже, может быть, чистых ударов и не было, но количество общее. Количество, да. И инициатива-то была у него, то есть вот как раз желание, активность больше. Очень жаль, что не слышно, конечно, что там говорит Фредерович. Ну, он умеет все-таки и успокоить спортсмена, и подсказать то, что нужно. Тут уж не отнимешь этого качества у Фредера Роуча. Я думаю, что вот Диме Кириллу в этом плане-то очень здорово повезло. По поводу того, что защищать титул порой, а то и зачастую сложнее, чем возвоевывать то, о чем вот сказал Николай. Конечно, вы сами понимаете, об этом говорил перед боем на пресс-конференции Сантос, что такой шанс, у него, правда, это уже третий шанс, вот, третий раз его приглашают на бой против чемпиона мира, и третий раз у него, получается, появляется возможность, да, хотя по рейтингу, вроде бы, он и не совсем дотягивает. Вообще, он провел 14, Михаил, титульных боев, у него 8 побед и 6 поражений. Достаточно серьезные боя. У Кирилла всего 9 боев, 6 побед и 3 поражения в титульных боях. Ну, может быть, не знаю, титульный, титульному, может быть, Роид, может быть, Завакан, нет, ну, может так, претендент на титульный бой. Просто сам Сантос говорил, как раз, что третий, это у него попытка, если ничего не будет, третий или четвертый, но суть от этого не меняется. Может быть, другие, там, не знаю, какие-то категории, титульные бои, там, может быть, не только по версии IBF, а по версиям, ну, гораздо более... Региональным. Ну, ВБО, вот, кстати, была, IBF тоже. Да, ну, вот, это у него третья, по-моему, как раз. Одна была WBO, другая IBF. И вот третий бой, конечно, Сантос говорил, что, ну, эти же попытки, то есть, мне и так уже очень повезло, что вот так часто меня приглашают. Но это же не вечно, и надо доказывать, и это едва ли он не говорит о том, что последний шанс. Но, конечно, он сегодня отдаст все в этом бою против Кириллова. То есть, вот, по первым, так, раундам, не то, чтобы мотивация у него выше, но смелее действует Сантос. Смелее не в плане того, что Кириллов боится, а, не знаю, в плане того плана, который он реализует. Не могу сказать, что Сантос выглядит лучше, но пока Кириллов не демонстрирует того, на что способен. Не может он найти ключей к Сантосу. Просто мало действует пока в исполнении Кириллова. Непрямых ударов, вот, а эти двойки, пусть они и не всегда, может быть, точно попадают, но скользь все-таки достают Кириллова в какой-то степени. И на суде, конечно, они отдельно производят впечатление. Вот удар ниже пояса сейчас Дмитрий нанес, неумышленный, конечно, но получил умственное предупреждение, скажем так. Во всяком случае, в лице Сесилия Сантоса Дмитрий Кириллов, конечно, встретил вот здесь достойного соперника. И надо постараться здесь очень, чтобы сохранить свой титул. Ну вот он стоит, высматривает, действительно, ну что помешало бы ему пару раз левой пробить по прямой, то есть вот теми самыми джебами обозначить. Конечно, конечно, это вот самое элементарное, так сказать, движение в боксе и основа. Кириллов-то быстрый, потому что ясно, что если там, ну джеб это вообще самое такое энергоемкое, скоростное движение из ударов, которые могут быть, так что здесь можно успеть уйти, вернуться, уклониться. Я понимаю, есть опасность, если ты какой-нибудь там будешь свинг исполнять или просто какой-то там мощнейший удар, завалиться, что соперник уйдет там под руку, пробьет, но здесь такого нет. А так вот стоит Кириллов. Ну все относительно, опять же, поймите объективно, на самом деле бой равный сейчас, абсолютно равный, с небольшим преимуществом в активности Сантоса. Но Кириллов-то, как чемпион мира, должен владеть инициативой, а этого пока что не видно. И практически вот все хватает в этом раунде, в конце. И опять, да, концовка чуть активнее Сантосом проведена. Четыре раунда позади и, не знаю, преимущества у Кириллова точно нет. Пятый раунд. Боя между Дмитрием Кирилловым и Сесилио Сантосом. Сейчас возьмет свое начало. По-прежнему, увы, мы не слышим, что говорят там Дмитрию. Веди бой, ему говорят по-русски, там слышно. Ну, по губам, может быть, Николай Пучков прочитал. Ну, давайте смотреть. Вот закрыт Сантос, да, раскрывается, выстреливает резко. Причем, ну, технически-то далеко не идеален. Здесь мексиканец, изъяны есть. Он их компенсирует скоростью и активностью. Боди энд хэд сейчас вот было слышно от Фредди Роуча, но это классика бокса. Удар по туловищу и в голову. Тем более в этой весовой категории, тем более Дмитрию Кириллову, нашему резкому, скоростному боксеру, который может это делать, сам Бог велел. Мне кажется, он начинает, он всегда резко начинает, изображает, по крайней мере, начало, и потом берет какую-то паузу. Ну, вот посмотрите, за 17 секунд три джеба нанес не Кириллов, а Сантос, который ниже, у которого руки короче. И два из них попали в цель. То есть так очочки, ну, это не любительский бокс, но образно выражаясь. Пару очков он таких небольших, неполновесных, но на свой счет записал в самом начале раунда. Ну, и здесь вот быстренько Кириллов отыграл. Вот, вот, вот. Да, вот что нужно делать, да, совершенно точно, да. И как можно чаще делать левую руку, именно вот так выстреливать левой рукой. И не стоять около своего соперника. Да, не стоять и все-таки с линии удара-то уходить, потому что, когда оставляет голову Кириллов на месте, тут же получает. Пусть покасательный, и опять же, ну, Сантос не нокаутер. Да и весовая категория здесь неубийственная. Все равно набирать-то удары себе. Очки себе, да, постоянно. Очки, нет, и удары все-таки накапливается, тоннаж от ударов, в общем, не стоит. Вообще Кириллов очень думающий боксер, интеллектуальный парень. На пресс-конференциях у него прям буквально, так сказать, все вылетает. А здесь вот пока, ну, в этом раунде, может быть, получается. Сейчас получше, получше, поактивнее, по разнообразнее. Слушает он все-таки своего тренера. Ну и Сантос тоже не дремлет. Ну, Сантос работает сейчас просто на активность, на очки вот эти два удара по туловищу. Но правой рукой они не опасны, особенно с такой силой. Опасно, когда вот левой по печени. Двойка прошла у Кирилла сейчас очень хорошо. Вот развивает успехи. Да, но активность, то есть почти все пришло здесь в перчатке, но все равно. Вот сейчас Сантос начинает просто отмахиваться, выбрасывать руки, куда попадет. Вот сейчас Кириллов его все-таки немножечко напугал. Этот раунд Кириллов выигрывает по всем показателям, не только в том плане, что ему оценки выше поставят. Он выматывает сейчас Сантоса. Сантос немного потерялся и начинает просто отмахиваться. Ну, иногда и попадают отмахиваются. Но все равно силу он тратит больше. Из вот этих пяти отмашек, одна по касательной касается Кириллова, а сколько сил тут уходит на вот эти удары? Причем это непросто. Ну, тут уже поединок приобретает определенный интерес, согласитесь, Михаил. Тут уже удары пошли достаточно акцентированными. Ну, да, здесь концовка, конечно, за Кирилловым. Эти удары очень дорогого стоят. Я бы сказал, что весь раунд целиком полностью за Кирилловым. Сантос потерялся. Вот его сейчас гонг спасет. Спасет, может быть, не от нокдауна, но вот, наконец, Кириллов первый раунд, а это был уже пятый раунд. Первый раунд, который Кириллов провел по-чемпионски. Провел грамотно. Достаточно уверенно, да. Ну, надо развивать это преимущество. Надо развивать, потому что, опять же, если возвращаться к предыдущим четырем раундам, там, все-таки, мне кажется, судьи были бы правы, если бы отдали небольшое преимущество Сантосу. А этот раунд выигран в чистую, но иногда у нас здесь не было, так что оценки-то будут 10-9. Всего одно очко дополнительно в этом раунде заработал Кириллов. Просто нужно боксировать в том же ключе. Справа чистый ударный. Ну, то есть, Фредди Рович правильно говорит. Нужно только выполнять все, что говорит тренер. Ну, посмотрим. Вот сейчас шестой раунд, каким будет он. Что предпримет Сантос? Я думаю, сейчас он начнет все-таки, может быть, даже и бегать от Кириллова. Ну, как говорят в боксе, не так, чтобы бегать, но больше на ногах работать, больше уходить. Потому что Кириллов его здесь заманил, не знаю, осознанно или нет. В общем, давая возможность работать на близкой дистанции, много атаковать безнаказанно Сантосу. Сейчас в пятом раунде, в общем, в таком близком обмене ударов, дело было явно выше. Ну, и вот на волне, мне кажется, успеха пятого раунда. Кириллов, значит, шестой раунд. Блестяще проходит. Правый направо тут же получает. Тут же получает, потому что стоит на ногах после своих атак, остается около соперника. Мгновенно получает все в ответ. Сколько раз об этом говорилось? Провел атаку, уйди влево, вправо, назад, куда угодно, но не оставайся. Причем, вроде бы, Дмитрий не относится к числу таких пижонов. Ну, я не знаю, примеров немало. Не будет сейчас убежать боксеров, но вы знаете многих. И в близкой весовой категории ударных боксеров, которые ходят, выцеливают один-два удара, да, очень часто нокаутируют. Но те же боксеры иногда, бывает, и пропускают нокаутирующие удары. Смотрите, как великолепно сейчас противостоит Сантосу. Да, Кириллов-то не относится к таким пижонам. Ну, кто-то, правда, этих пижонов любит, пижонами называют в хорошем смысле, кто-то нет. Но Дмитрий-то понимающий в этом отношении боксер. И тем странно, что все-таки порой он дает атаковать Сантосу по неподвижной мишени. То есть по своей голове находящейся на месте. Вот хорошо, и сейчас попал. Тут же Сантос просто отцветает. Ушел назад сначала, потом справа очень грамотно. Вот и по печени, и по туловищу не забывает Кириллов. Причем вот дистанция сейчас как раз оптимальная для Кириллова. Сантосу чуть-чуть далековато. Вот он валится из рукой, пытается за головой туда нанести удар. Кириллов тут использует. Это не такое уж маленькое для бокса преимущество, которое есть в размахе рука Кириллова. Что ж, второй раунд опять. Но, правда, здесь еще минута боксировать. Какая будет концовка. Ну, это не надо, это лишнее, как мне кажется. Сейчас три раза подряд махнул Кириллов в пухту. И уходя от удара своего соперника, ну, опять, ну, да, и Локсин тут же пытается ударить Мексикана. Ну, ничего удивительного, в этом отношении он похож на многих своих соотечественников. Вот назад-назад даже, по-моему, кто сейчас крикнул из угла. Снова паузу Дима взял. Они, безусловно, эти паузы в какой-то степени не охладен бывают, чтобы расслабиться. Вот и провести опять снова мощную атаку, как это делает Дима сейчас. И шестой раунд также остается за ним, вот и без всяких сомнений. Ну, еще тут нужно очень много потрудиться с тем, чтобы быть уверенным в победе. Ну, тем не менее, эти два раунда целиком и полностью за Кирилловым. Другое дело, что перед этим были четыре практически ничейных, а может быть даже выигранных его оппонентом. Так что, на самом-то деле, по очкам сейчас или равенство, или минимальное преимущество Кириллова. Ну, и вот перед этим боем Дима готовился в Соединенных Штатах Америки. Он уже знает язык очень хорошо. Пропускаешь, когда выпрямляешься. О, дабл джеб, райт хенд, то есть то, о чем говорим и мы. Двойной джеб, и после этого удар правый. Ну, или хотя бы просто дабл джеб, то есть на дистанции, опять же, с помощью руки, но это классика бокса. Если ты выше, если у тебя руки длиннее, ну, здесь уже вдвойне ты должен работать твоей левой рукой, ну, если ты правша. И держать на джебе. И все профессионалы прекрасно знают эту двойку. Раз-раз-два она называется. Левый, левый, правый. Все. И очень уйти трудно от них. Ну, а вот так подняв высоко вверх голову, конечно, будешь пропускать. Голова все время должна быть опущена. Подбородок, по крайней мере. Да, потом, когда у тебя голова чуть прижата, шея напряжена, в общем, удар по-другому ты воспринимаешь, если ты выпрямился, нежели, чем если ты выпрямился. Голова у тебя, ну, как, шея не напряжена и здесь опасно очень. Это, конечно, зависит от того, насколько у тебя шея. Ну, у боксеров там натренировано, ясно, готово, но все равно. Ну, профессионалы каким-то образом умеют поворотом головы в момент удара, небольшим поворотом смягчать этот удар. Вот, а всегда ли умеют, вот, так сказать, наши профессионалы делать, я глубоко сомневаюсь. Ну, я думаю, такие профессионалы, как Кирилл, все-таки умеют. Здесь и наши хорошие тренерские штабы. Фредди Роуч свою руку приложил. Да, лепту внёк. Ну, его он подсказывает, главное, грамотно. Конечно, нужно чередовать удары с ударами по туловище и переводить их в голову. Потом, потому что рука-то опускается, болезненный удар по печени получается. Она невольно идёт вниз. То есть, в этот момент подбородок открыт. Ну, а здесь левая рука безупречно действует у Сесилия Сантоса. И все эти удары Кириллов принимает из свою бедную. Ну, и потом, да, если Фредди Роуч говорит дабл джеб и там потом правый, то, соответственно, всё-таки джеб-то его тоже надо пробивать. А не вот так, ну, так, немало движений, даже не тычков, а, ну, вот, вот. Ну, я бы не назвал, вот эти выпады, не последние, а перед этим два было джебом. Когда просто обозначает, даже не выкрепляет руку в локте в момент удара. Ну, вот что это, джеб. Вот так. Не знаю. Наверное, на тренировке тренеру так можно показать, сказать, что я же делаю. Ну, чувствую я какую-то излишнюю критичность, может быть, в своих высказываниях. Это только, поверьте, не знаю, переживание за нашего боксера. Всё-таки мы сейчас-то сколько у нас боксеров в последнее время на высшей ступени, да, из-за звания чемпиона мира боксировали. А сейчас всё в основном поражение у нас. И кто остался? Дмитрий Кириллов. Дмитрий Кириллов, Олег Москаев. Олег Москаев, да, 8 марта, бой с Эмилом Питером. В общем, не так много. Не так много, да. Ну, другое дело в любительском боксе. Ваши боксеры очень хорошие что-то подтверждают. Ну, это ещё тоже вопрос. Вот первая встреча показала, что не так уж и слаба сборная команда Соединённых Штатов Америки в любительском боксе. И половина осталась ещё там, у них. Они не приехали на эту встречу. Ну что, в общем, будем смотреть. Постепенно всё-таки в этом бою вырисовывается. Начинает вырисовываться преимущество нашего боксера. Ну, часто наблюдая, комментируя работу в ринге боксеров из Мельске, мы всегда отмечаем, ну, просто несокрушимый характер этих бойцов. И какие интересные, всегда содержательные поединки они закатывают. Я думаю, что Сесилия Сантос также относится к их числу, несмотря на то, что повторяя сейчас, мы видим те моменты, когда он пропускает, но и он отвечает достойно тоже. Удар на удар практически. Да, но лицо чуть посвежее выглядит у Дмитрия Кириллова, скажем так. Ну, тоже там уже появляются определённые гематомы. В общем, тоже пропускает. Восьмой раунд. Я думаю, вот эта арена, Роллзленд, Боллрум, конечно, чуть больше симпатизирует Дмитрию Кириллову. Очень много наших соотечественников, живущих в Нью-Йорке, пришли его поддержать. Три с половиной тысячи вместимости. Это, конечно, не Мэдисон Сквергарден. Но всё равно здесь сегодня вечер, как он называется, русских боксеров. Не знаю даже, как его обозвали американцы. Здесь, я думаю, мы с вами смотрим и сможем ещё, может быть, посмотреть фрагменты одного боя. Но здесь, честно говоря, не видно, чтобы нокаутом дело закончилось. Кесантос очень коренастый, а Дмитрий, мы надеемся, что не пропустит. Какого-то там одного. Но одного здесь не хватит, но нескольких шальных ударов. Хотя как, одного не хватит. Вот так, к примеру, об ударных боксёрах и не защищающихся. Например, Биг Дорчанян вспоминается. А вот вероятный соперник как раз, Дорчанян, в следующем поединке против Димы Кириллова. И зал-то, надо сказать, заполнен до отказов. Хоть он и не очень большой, а любители приходят посмотреть повединки бывших боксёров из бывшего Советского Союза, прошу прощения. Ну что, посмотрим, может быть, ещё кого-то увидим. А сейчас Дмитрий как-то опять отпускает Сантоса. Вот сейчас этот раунд уже проходит без преимущества Кириллова. На дистанции он должен как можно чаще бросать вперёд левый джеб. Левая прямая. Это и разрушает атаки Сантоса, и набирает очки Димы. Но, к сожалению, он редко этим пользует. Старает наносить одиночные удары справа. Хотя нужно подготовить удар для правой. Вся работа заключается в левой руке. Ну, ему виднее, конечно. Видите, по печени. Дима, выруби его, вот кричат. Очень трудно вырубить. Он и сам может. Уже сложно понять. Но яс, что вот то озвученное высказывание было с трибун. Но здесь уже некоторые там и давай-давай правый. Тут не совсем поймёшь, что из угла кричат, а что с мест болельщики. Видите, как достойно отвечает Соси Лео Сантос сейчас в отдельных эпизодах. И прямо скажем, такого преимущества большого в этом поединке у Кириллова пока мы не видим. Ну, пятый, шестой раунд выигранный им вчистую. Это говорить нечего. Седьмой прошёл с его преимуществом. А вот в восьмом опять примерное равенство. И до этого четыре раунда были из которых, ну, либо 2-2, либо, может быть, даже... Ну, не знаю, ну, не 3-1, ну, может быть, там 2-1 и ничья. Вот, если бы судьи поставили так, что можно посчитать. Три. Ну, я не знаю, опять получается минимальное преимущество, если оно есть у Кириллова. Минимальное. Ну, во всяком случае, у Кириллова никогда не было вот таких лёгких проходных боёв. Всегда были очень напряжённые поединки. Ну, особенно, да, если последние вспоминать с достойными соперниками, конечно, у него бывали и нокауты достаточно ранние. Ну, а если взять вот два главных боя, которые он проиграл в 2002 году, это бой за титул чемпиона Европы и бой, проигранный в 2004 году на Саморе Токаяму, конечно, говорят сами за себя. Итак, 4 раунда остаётся, пошла последняя треть этого боя. Ну, и вот сейчас уже в большую роль начинает играть физическая подготовка, а в ней мексиканец не проигрывает Кириллова. Он очень хороший у Кириллова, но мексиканец, видно, что действовал достаточно экономно, хотя вот как раз в пятом-шестом раундах, когда явное было преимущество Кириллова, здесь уже Сантос начал просто отмахиваться, выбрасывать удары. Да, это самая энергозатратная часть в боксе, когда ты очень много машешь руками, особенно мимо, от этого устаёшь гораздо больше. Ну, смотрите, хорошо сейчас режет пространство, Сантос вроде так поддавливает Кириллова, начинает прибавлять в активности. Он понимает, что всё-таки чуть-чуть, но он проигрывает пока, ну, а значит, ему нужно искать счастье в наступлении. То, что более свойственно мексиканцам, ну, как мы говорили в начале боя, может быть, не совсем соответствует стилю ведения боя с Сантосом. Он всё-таки чуть больше обычно работает с вторым номером. И он старается использовать вот... Ну вот, вот сейчас он скачал Дмитрий. Слева и справа наносят удары. Его задача всё-таки держать дистанцию, здесь разница получается сантиметров в десять в один подшаг ноги. И, соответственно, вот эта дистанция Кирилла, чуть ближе подходит Сантос, надо встречать или отходить, да. Ни в коем случае нельзя сейчас думать о том, что у него есть преимущество, которое нужно заберегать. То есть, я имею в виду, в том плане, чтобы осторожничать излишней, просто сдерживать. Вот, смотрите, так, три подряд по касателям. Великолепная двойка в исполнении сейчас Кириллу просто... Да, свел на нет вот эти три тычка Сантоса. Нужно заканчивать левой рукой, не заканчивает он ни левой боковой, ни левой прямой. Потому что эту атаку всегда нужно заканчивать. Но здесь, да, разозлился Диман. С мексиканцами ни в коем случае нельзя в драку вступать. Главное здесь не увлечься. Обмен ударами это одно, драка уже это другое. Когда напрочь забывают люди о технике, о защите. Ну... Там рассечение, по-моему, небольшое. Или что? Наверное, да. Еще раз предупредили здесь Сантоса о том, что ниже пояс все-таки надо ему не бить. Ну, он продолжит бой, я думаю. Да, нет, у мексиканцев, я не знаю. Ну, рефери принимают окончательное решение. Все, да, продолжается поединок. И отдохнул Кирилл. Наверняка готовы из себя Рэмбо изображать на ринге. Зашивать там, не знаю, бровь нитками. Только продолжать бой. Девятый раунд выигрывает Дима, без всяких сомнений. Согласитесь, Михаил. Ну, вторую половину, первая была, может быть, даже с небольшим преимуществом Сантоса. После этого Дмитрий включился. Ну, а поскольку запоминается последняя фраза, и при прочих равных, конечно, судей обращать внимание на концовку. Конечно, все-таки это раунд за Кирилловым. Вот достал. Такой пулеметной очереди. Ну, что ж, три раунда нам осталось с вами посмотреть. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Я думаю, что интересный бой. И не совсем просто он складывается для Кириллова. Ну, и вот это растечение, конечно, оно внесет, безусловно, в поединок какой-то дискомфорт для мексиканцев. Потому что будет опасаться он этого растечения. А вот эти боковые в исполнении Кирилла, вот повторим и увидим, они, конечно, очень эффективны. Да и прямой право тут же. Ну, здесь промокнулся. Сильное растечение довольно. Очень сильное. Развалил таки прямо бровь. Три раунда. Три раунда. Небольшое преимущество у Кирилла, пожалуй, есть. Вот из этих девяти раундов, наверное, пять-четыре. Так, навскидку, если быть объективным. Ну, власть самым лучшим. Да нет, шесть-три я не вижу. Может быть, пять-три и ничья в одном раунде. Хотя, опять же, судьям порой виднее, порой наоборот, может, бывают своеобразные решения. Не совсем понятные. Ну, здесь такой вот открытый. Сейчас мы наблюдаем поединок. Сейчас Дмитрий взял на себя чуть больше инициативу. Он все-таки стал вылезать в пространство оппонента. Правда, без ударов особых. Но оказывает, оказывается, активное оказывает сопротивление Сесилио Сантос. Я думаю, что вы с нами согласитесь, уважаемые телезрители. Да, видно, что все-таки устал Сантос. Все-таки вот это количество ударов пропущенных сказалось. Кириллов все-таки то ли опасается какого-то острого ответа, то ли не знает, что еще. Но мог бы сейчас развить свое преимущество. Но вот это зачем было. Выставил вперед подбородок. И очень много получил ударов, да. Совсем ненужных ударов. Несмотря на то, что он, казалось бы, выигрывает этот раунд. Вот и Сантос из последних сил, посмотрите. Вот это пошла драка уже в исполнении Сантоса. Просто как стойкий ловянный солдатик, даже как Ванька Встаника, наверное. Вот он болтается, он уже не держится, но отмахивается. И что-то из этого попадает. И этот раунд, Дмитрий, из-за всего этого не выигрывает. Когда у него было несколько хороших ситуаций, действительно, проведи двойку с работой по туловищу, потом в голову заставь опустить руки Сантоса. Конечно, не просто попасть ему в голову. Невысокого роста, постоянно перчатки у головы. Можно здесь заставлять как-то опускать руки, раздвигать руки сопернику. Перчатки. Ну, вот уже Сантос бегает. Ему кажется, что он этот раунд выиграл. И поэтому он уходит. На самом-то деле, не знаю, выиграл ли этот раунд Сантос, но то, что его не выиграл Кириллов, это точно. Да. Такой абсолютно равный и достаточно ничейный раунд. И вот, конечно, мешает эта бровь сейчас, мешает. Почему-то нельзя. Ну, вот-вот-вот здесь что-то пытаются сейчас заделать к этому. Ну, есть специальный вазелин, да. Ведь есть же пульс. Ну, есть, но, опять же, удар покасательный по этой брови. Опять это то же самое рассечение. Кровь опять начинает течь. Ну, вот, посмотрите. Вот та самая дистанция, которая, ну, никак не подходит Кириллу. Четыре удара пропустил здесь. Пять. Пять, да. Причем вот этот очень хороший, это стопроцентное попадание. И судьи-то там умеют считать. Причем вот этот удар особенно опасен. Вот именно такими боковыми ударами ломаются носы. И, опять же, ничего здесь не было такого сверхоригинального в исполнении Сантоса. Ну, кстати, если какие-то сомнения были, да, по поводу того, за кем этот раунд. Казалось, что он равный, но с небольшим преимуществом Сантоса. Вот после таких-то повторов. У меня сомнений не возникает, что этот раунд выиграл Сантос. Так что, вот, опять же, если так позволите, у комментатора он всегда немножечко спортсмен, немножечко судья, наблюдая за собережевая всему происходящему. Не знаю. И в моих бы карточках сейчас было бы 5-5 по раундам. Вот не знаю, что вы насчитали, Николай. Ну, я приблизительно, может быть, то же самое бы насчитал. Хотя вот эта версия IBF не предполагает ничейных результатов по раундам. Вот. И когда я судил поединок с участием Дмитрия Кирилова, я в каждом раунде старался найти победителя. У меня не было ничейных раундов. Ну, наверное, в такой ситуации, что если два подряд ничейных раунда, да, по ощущениям, то значит, в одном раунде вы даете преимущество одному боксеру, в другом другому. Ну, психологически, да, да, так можно делать. Но, по крайней мере, всегда нужно искать победителя. Это требование вот этой президента версии IBF. И я считаю, что уж коль скоро в профессиональном боксе должен быть определен победитель, конечно, это здравая, так сказать, мысль. И тут нужно искать победителя все равно. Ну, с другой стороны, не обязательно в каждом бою он будет. Если 7 раундов выиграл, вернее, 6 раундов выиграл один боксер, и другой 6, все равно получается ничья. Ну, вообще странно, почему же Кириллов так позволил вернуться в бой Сантосу. 5-6 раунды были проведены просто прекрасно им, как раз по-чемпионски. Ну, хорошо, может быть, после этого была нужна пауза. Но вот сейчас видно, что силы-то у Кириллова еще есть. Их у него больше, чем у Сантоса. И ударов он пропустил, акцентированных ударов он пропустил меньше, чем Сантос. Да, сам наносил достаточно сильные, акцентированные удары. Ну, вот опять же, большинство из них пришлось, может быть, на 5-6 раунд. А в итоге все нивелируется. Один очень хороший удар с Кириллова. Вот сейчас он попал. Сводит на нет три таких не самых сильных, но достаточно точных удара Сантоса. И в оценках-то выходит то на то. Ну, вот зажал в угол. Да, и не забывает он бить по печени. Уже вяжет сам Сантос Кириллова. Ни одиннадцатый раунд Кириллова не проигрывает. Это дает возможность промахнуться. Опасным пошел головой вперед, но... Сейчас же Сантос больше вяжет. И уже, конечно, у Кириллова тоже свежесть не та. Все равно очень опасно вот на такой дистанции, в полуклинче, работать с мексиканцем. В частности, с этим. Вот концовка все-таки чуть поактивнее у Кириллова. И раунд за Кирилловым совершенно точный. Итак, одиннадцать раундов позади. Остается последний. Последний, в котором оба боксера должны показать максимум. Ну, вернее, того, что у них осталось, а не того, на что они способны. И то, что сейчас Сантос бросится вперед, в этом нет никаких сомнений. Потому что, ну вот опять же, если так позволите, свое субъективное мнение. 6-5 сейчас в пользу Кириллова. В лучшем случае. Ну, да, я должен согласиться с вами, Михаил, приблизительно так. Это с нашей точки зрения. Ну, сейчас вот Фредди Роуч, так, обрыв Красс, который доносится. Здесь он не столько говорит о технике, сколько морально. Вдохновляет на подвиги Кириллова, говорит, you are a world champion. Ты должен это показать. В принципе, вроде бы получается, что Кириллов уже свой титул защитил. Если только сейчас нокдауна не будет, потому что, если будет ничья, то все равно у него пусть и чемпионские останутся. Да, титул остается. Все-таки первая защита должна быть, ну как, еще и выразительной. Тем более, здесь многие пришли за нее поболеть. Это Нью-Йорк. И чтобы переместиться из Роулсленд Боллером в Мэдисон Сквергарден, нужно не просто бои выигрывать, не просто чемпионский титул защищать, но и делать это максимально эффектно. Ярко, да. С тем, чтобы не было никаких сомнений приходить на твой следующий бой или не приходить у болельщиков. Конечно, вот такие там все 12 раундов, как пятый и шестой, провести, ну, невозможно. Если соперник достойный, а соперник очень достойный. Здесь, конечно, физики не хватит. Но все-таки должно быть больше, чем два таких очень хороших раунда. Хотя бы раунда четыре. Ну, и остальные тоже здесь нельзя позволять уж очень много своему сопернику. А посмотрите, какой неуступчивый Сесилио Сантос. 12-й раунд. Ну да, Сантос уже сейчас на войне, как на войне. Все, бросается вперед с открытым забралом. Из любого положения пытается пробить. В какой-то момент рефлексы и мышечная память напоминают ему о том, что это на автомате происходит. А он в этом отношении, в плане защиты, уходов, уклонов, бэкстепов, сайдстепов. Он, в общем, очень хороший боксер. То есть на ногах очень хорошая работа. С моментами он еще отходит, но все равно тут же идет вперед. И, конечно, в этом поединке необходим был, может быть, удар. Очень сильно акцентированный. Вот со стороны Дмитрия Кирилла. Тогда тут все было бы ясно и однозначно. Но сделать это очень сложно с мексиканцами. Ну, посмотрите, действительно, весь уже в крови мексиканец. Рефери уже не останавливает бой. Понимает, что осталось немного. И суть от этого не изменится. Все равно эту бровь уже никак не заклеить. 3-4 удара мы слышим. Ну, вот слушают, слушают Кириллова, да, когда подсказывают ему. Все слышат. И вот паузу, как только сделает, начинает получать все. Ну, сделай паузу, разорви дистанцию. Вот эта дистанция удобная для Кириллова. Ну, и обозначай здесь левой рукой. Подпускай Сантоса. Зачем сам? Сближается. 27 секунд. Вот здесь надо уже показать все. Вот на этой короткой дистанции тут же. Пусть боковые такие тычки Сантоса, да. Все это. Вот сейчас концовка. Кто ее активнее проведет, тот и выиграет раунд. Потому что в этом раунде не было ничего. Никакого преимущества того или иного. Попадает Сантос. Попадает. Вот посмотрите, какой финиш здесь в исполнении обоих. И Сантос-то попадает больше. Да. Молодцы. Великолепный бой. Великолепная конковка. Великолепная концовка была, но она и в ту, и в другую сторону могла быть. Ну, и вот как сейчас рассудят судьи. Потому что мы вот здесь сходимся во мнении. Мое более такое получается любительское. Николай Пучков тоже судей международной категории. Ну, конечно, когда наблюдаешь на комментаторской позиции, обращаешь внимание, может быть, на все здесь тяжелее. Совсем другое, да. Когда судишь бой непосредственно, это совсем другие ощущения. Все. Совсем другая ответственность. Психологический настрой другой. Все. Ну, как бы то ни было, мы сошлись на том, что после первых 11 раундов счет был 6-5 в пользу Кириллова. А вот здесь концовка 12 раунда, ну, пожалуй, все-таки была чуть больше за Сантос. То есть, мне кажется, это ничейный раунд. Но... А вы посмотрите, как они разбирались грамотно здесь. И чаще-то попадал Сантос. Ну что, Сантос молодец. Все-таки 14-й по версии IBF провел практически равный бой с Кирилловым. Практически равный бой с чемпионом. Как сейчас судьи расценят? Вот это достойнейшая концовка. Не знаю. Да, все остается, так сказать, за судьями сейчас. И очень внимательно давайте посмотрим, что же все-таки судьи, какое решение. Они вынесут. Я думаю, что Кириллов не проиграл этот бой. Ну, у меня тоже такое впечатление, что он бой выиграл. Но очень тяжело достался ему этот поединок. И ему есть над чем еще работать. Но с другой стороны, мы говорили, первая защита чемпионского пояса, она, наверное, самая сложная. Ну, конечно, там потом, когда будет соперник более высокого класса, чем Сантос. Сантос боксер очень хорошего, чуть выше, чем среднего класса. Конечно, может быть сложнее. Но с точки зрения психологии, конечно, первая защита очень-очень непроста. Молодец Дмитрий. Думаем, что справился. Ну, будем надеяться, да, будем надеяться на то, что... Удивительно, но... Судьи правильно разберутся в этом поединке. Ну, у Кириллова было два раунда, выигранных в чистую. Еще один тоже заметно проведенный лучше. Что касается Сантоса, вот так, чтобы хоть один раунд он выиграл, так, 100% и слишком очевидно. Такого не было. Итак, слушаем. Боб Гилсон ставит 116-112 в пользу Кирилла. 116-112, Боб Гилсон. Ну, 4 очка, может быть. Ну, 4 очка, получается 7-5. Эван Морган и Стив Эпстейн, both score the bout. Два других. 114-114. Два других судьи ставят 114-114. И ничья. Получается ничья, да. А в случае ничьей Кириллов сохраняет свой титул. Ну, это вот предмет для того, чтобы задуматься очень здорово. Ну, да, вот здесь в ринге человек с микрофоном объявляет, что мы видели очень равный бой. И с ним не поспоришь. Собственно, вот получается, что судьи с нами сошлись. Я так понимаю, что тоже перед последним раундом в их карточках было 6-5. И что последний раунд Боб Гилсон отдал Дмитрию Кириллову. Наверное, по совокупности отсюда получилось 7-5 по раундам. А два других судьи, Кевин Морган и Джон Эпстейн, последний раунд отдали за самоотверженность, за вот эту борьбу, за активность. Сосилию Сантосу, да. И отсюда получилось 6-6 по раундам. Совершенно точно, да. Получается так. Ну что, ничья. Не очень доволен Кириллов, не очень счастлив Сантос. Ну и это повод для того, чтобы задуматься Кириллову еще раз, что бои нужно выигрывать убедительно. Тем более, имея звание, титул чемпиона мира по одной из основных версий IBF. Например, как это делает в более верхней весовой категории Владимир Сидоренко из Украины. Шестой раз он защищает титул в очень напряженных боях и очень уверенно это делает. Чтобы никаких сомнений не было у судей в твоей победе. Но, тем не менее, поздравим Дмитрия Кириллова с первой защитой. Он молодец, он справился. Соперник у него был более чем достойный. И мне кажется, что Сантос вот на этой 14-й строчке по версии IBF не задержится. Ему 29 лет, он еще может подняться выше. Ну, как бы то ни было, чемпионский пояс в этой весовой категории остается у России. Кириллов чемпион! Кириллов чемпион! Кириллов чемпион! Продолжение следует...